Всем привет! В магазине Айнитка новая поставка книг. Меня зовут Яна, и мы с вами сейчас поговорим о новинке, которую мы получили буквально на днях. Это книга, которую мы все очень давно ждали. На самом деле, автор этой книжки нам знаком уже как минимум год, год назад у нашей соотечественницы, которая сейчас живет за границей, потому что вышла замуж, Татьяна Луджевиз. Она написала первую свою книгу «Вяжи как дизайнер». Замечательное издание, которое мы уже год продаем, год рекомендуем всем нашим покупателям. Отличный путеводитель по техникам вязания, по первым плечевым изделиям. В общем, об этой книжке можно говорить долго, она действительно чудесная. И вот буквально на днях произошло отличное событие. Вышла в свет ее вторая книга, которая называется «Текстуры и фактуры». И мы очень хотим поскорее познакомиться с содержанием. Давайте сейчас перейдем в фото-куб и снимем замечательный обзор этой новой книжки. Давайте же заглянем за обложку новинки этой книги. Итак, еще раз. Название книги у нас «Текстуры и фактуры». И вот таким замечательным жилетом на обложке встречает нас новая книга Татьяны. Обещает новые техники, эффектные приемы, дизайнерский узор и авторские модели. Сама Татьяна изначально с детства мечтала быть дизайнером. И сейчас жизнь сложилась, может быть, не так, как мечталась, но все задумки, все стремления, они потихонечку исполняются. И она стала дизайнером вязаной одежды и учит думать, как дизайнер. Учит простых людей, кто только начинает свой вязальный путь, тому, как понимать пряжу, как вписывать узоры, как разбираться в каких-то тонкостях и нюансах, которые новичку, который буквально первые свои изделия связал, первые пробы, первые ошибки, да, они еще неизвестны. Это здорово, что есть такие люди, которые могут делиться своим собственным опытом, что они наши, да, и всегда язык, которым написан книги, который без перевода, да, он всегда нам ближе и понятней. Смотрите, открываем содержание, давайте посмотрим, что же у нас внутри, какие разделы нас ждут. Нас ждет теория, теория про пряжу, про контроль натяжения нити, стиль вязания. Очень интересно, сейчас посмотрим картинки про провязывание петель, плотность, образец, спицы и ВТО. Следующий большой крупный раздел это простые фактуры и узоры. На самом деле эта книжка является сборником узоров. Отчасти, да, здесь комбинирование и техники, и самих просто копилки узоров. И дизайнерские узоры, которые разработаны самой Татьяной, или выбранные ей, отвязанные, сняты для вас, разобраны по косточкам. Не просто одна какая-то сухая картинка, сухая схема, а разобраны именно для вас. И раздел с готовыми изделиями. То есть, чем отличается эта книга, например, от просто сборника схем? Она больше, чем просто сборник схем. Чем отличается просто от какого-то журнала с описаниями? Здесь гораздо больше дается именно теории. Здесь гораздо больше узоров с точки зрения именно копилки узоров, да. То есть, это такая книжка, она такая очень увлекательная комбо, в котором вы и поучитесь, и вдохновитесь, и сможете просто связать изделия по описаниям. Давайте посмотрим в разделы чуть подробнее. Естественно, есть условное обозначение и сокращение. Все красиво, все четко, все подробно, все цветные крупные картинки. Это здорово и удобно. И раздел с теорией. Татьяна выпустила очень много описаний. По ее мастер-классам вяжет огромное количество людей во всем мире. Поэтому ей есть что сказать. Ей есть чем поделиться. Здесь и про пряжу, и про метраж, и про разные таблички, которые позволят вам смотреть и сравнивать пряжу, которая дана в разных описаниях. Важные моменты про контроль натяжения нити, про стиль вязания. Знаете, такие вещи, которые передаются именно из уст в уста. Вы их просто не прочитаете где-то, ну редко где встретишь в книжках на самом деле. То есть они обычно вот именно, когда мастер тебя учит вязать. И вот они примерно тут даны. Очень важные вещи про провязывание петель. Это нужно видеть, это нужно понимать. Поэтому этот раздел очень важный. Здесь вот есть такая еще полезная табличка-схемка. Обязательно про плотность, про то, как связать правильно образец, про то, как его маркировать, про то, как правильно подобрать спицы под образец и под пряжу, как сделать в это. Все важные моменты, с которыми сталкивается вязальщица буквально в начале своего пути, они здесь отражены. Простые фактуры и узоры. То, с чего надо начинать. На самом деле дизайн это не всегда что-то сверхъестественное и очень сложное. Дизайн это иногда правильно подобранная пряжа и модель. И здесь как раз рассказывается про то, какие пряжи хорошо сочетать, какие пряжи не нужно сочетать, какие пряжи в сочетании с которыми дают интересный эффект. Вот в данном случае жилет на обложке. И здесь пример как раз из пряжи, например, хлопок и махер. Знали ли вы, что это чудесное и отличное сочетание? При этом можно брать как не обязательно тон в тон хлопок с махером, а делать небольшой меланж и по факту получить вот такое чудесное изделие. Опять же, вот вам идея от дизайнера и она дальше у нас в книге будет отражена еще и в описании. Хлопок плюс кид махер, букле плюс махер. То есть иногда такие сложные пряжи, до которых сам не дойдешь, в отличие просто от классики, с которым легко и понятно. И про узоры. Подробно показаны узоры простые, много теневых узоров в копилке, узоры резинкой. То есть дальше у нас пошел с вами раздел, который составляет именно базу разного рода узоров от простого к сложному. То есть примерно так же, как мы их потихонечку начинаем изучать. Красиво отвязанные образцы, хорошо сфотканные. То есть здесь по этому разделу нет никаких замечаний. Есть какие-то узоры, видите, более сложно отсняты даже про то, как она провязывается, которые связаны вот здесь узоры на основе перемещения петель, которые посложнее. Для тех, кто когда-либо пользовался такими энциклопедиями по узору, очень важно, что есть картинка, есть схема и есть описание текстовое. Очень важно, потому что иногда бывает книга только такая или только такая. Здесь все три воедино сплелись элемента, и изучать будет ее достаточно легко. Сложные узоры тоже где-то цветами помечены для того, чтобы вам было проще разбираться и искать. Узоры модификации петель, да, вот смотрите, тут разные, со снятыми петлями, с протяжками. Как раз этот узор Татьяна использовала в шапочке своей, которая тоже описание в этой книжке есть. То есть здесь узоры посложнее, посложнее, да, которые уже можно использовать. И тоже какие-то определенные, видите, отсняты отдельно, и не просто картинка. Давайте немножко полистаем несколько узоров. Еще посмотрим дизайнерские узоры. Вот как раз этот замечательный жилет, описание на который мы с вами увидим в конце, который я сама тоже буду вязать по этой книжке, поэтому следите. Возможно, у меня через какое-то время появится это готовое изделие. Тоже на нашем канале сможете его посмотреть. Дизайнерские узоры тоже очень хорошо, внимательно отсняты. Картинок достаточно много. То есть если вы будете постепенно разбираться, вы справитесь с изнаночной стороны, как это выглядит, с лицевой стороны, как это выглядит. Здорово. Прибавление, убавление петель. Тоже с этим приходится сталкиваться. Объемные узоры, фактурные. Хорошая такая интересная энциклопедия. Немного есть ажура. То есть тоже, в принципе, здесь для огромного количества изделий вы сможете найти вдохновение. И мы переходим к разделу, где есть четыре описания на четыре изделия. Первое это шапочка. Мы уже все связали ее. Очень интересное прочтение шапки поперечным вязанием. Потому что раньше их вязали только платочкой. Сейчас это Татьяна придумала вот такой интересный дизайн, который выглядит очень здорово, современно. Это бини. Можно связать как шапку с отворотом. Здесь она подробно рассказывает, как строится шапочка, как она ее вязала, как можно ее видоизменить. Есть по QR-коду скачать схему, если вам хочется. Или она дана здесь в распечатанном виде. Второе изделие это очень такое фактурное трендовое необычное поло, связанное с пряжей Катя Плюма. Это фактурный пушистенький хлопок и реглан сверху вниз для любителей бесшовного вязания. Тоже отличный проект со схемами, тоже с описанием подробным. Схема воротничка, схема горловины, схема даже ростка. Представляете, все это дано здесь. Для вдохновения и классных осенних проектов это шарф Кару. Очень забавно, что он название шарфа Татьяна выбрала, как у нас Махер Кару производится. Это Махер, который производится под нашим брендом. Южно-африканский Махер как раз из той страны, в которой проживает Татьяна. Естественно, она вяжет из этой пряжи, естественно, она знает местность, в честь которой тоже назвала свое изделие. И где как раз выращивают этих коз, из пуха которого, из шерсти которых делают эту замечательную пряжу. Поэтому так замечательно совпало, очень интересно, мы все улыбнулись. Здесь шарф Татьяна предлагает связать фактурный. И, сочетая разную пряжу, Махер, Букле, фантазийную пряжу с пайетками, с люрексом. Шарф такой всегда интересный проект, если для кого-то такой микс фактурных пряж в плечевом изделии будет неуместен, ну или тяжело вписать в свой гардероб, то шарф это всегда отличное поле для экспериментов, для каких-то сочетаний, для того, чтобы вот эту чертинку из себя выпустить и сделать что-то такое эффектное. Вот смотрите, часть шарфа связана однотоном, и часть связана вот такими фактурными нитями, сочетаниями. И вот тот самый жилет, мне он понравился, потому что у него использована конструкция японского плеча. И здорово начинать освоение, я знаю, что многие не вязали японское плечо, именно с техникой, когда мы вяжем просто изделие без рукавов. Точно так же рукава можно привязать, превратив это в джемпер, ойрсайз, шикарный глубокий вырез, как раз здесь использован рисунок авторский, который есть в книжке описания. Ну или опять же Татьяна предлагает, что это изделие вы можете связать базой, можно просто оставить гладь, или взять любой узор из книжки, и у вас получится совершенно собственное изделие, и вы будете его дизайнером, это же здорово. Здесь в этой пряже соединен хлопок как раз с махером, даны выкройки, дано описание по рядам. Такие чудесные виды как раз Южной Африки. И тоже, естественно, все схемы, все убавки, все прибавки. Вот такое в общем и целом содержание этой книжки. Мы очень надеемся, что вам эта книга понравится, что она подойдет вам под ваши потребности, да, когда действительно у вас и копилка узоров под рукой, и какие-то основные навыки, если вы только начинаете вязать. Прям очень рекомендуем. То есть обе книжки у Татьяны, они замечательно дополняют друг друга. Еще раз напомню, эта книга хорошо подойдет тем, кто вязал, возможно, только какие-то аксессуары, хочет преодолеть первые плечевые изделия. И здесь в основном это именно бесшовное вязание разными конструкциями реглан, погон, имитация вточного рукава. А здесь немножко на другое сделан акцент, именно на то, как сочетать пряжу, как подбирать пряжу, как сделать узоры, вдохновляться ими. И, естественно, и в этой книге, и в этой есть готовые проекты, по которым можно просто связать, не задумываясь, по шаговое изделие. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо Татьяне за новую книжку, за то, что у нас есть теперь еще один источник вдохновения и для наших вязальных проектов. И спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Если у вас остались вопросы, то задавайте их под видео. Естественно, книжку можно купить и эту, и эту на нашем сайте ainitki.ru. Ссылки будут под видео. И до новых встреч, до новых новинок в нашем магазине.